Графики не строятся, иначе жизнь будет очень сложной. На самом деле, я все рассчитал. Вдруг получится. Этот параметр был на реальном ЕГЭ в Москве. И кто-то назовет его жестким, а кто-то скажет, что это просто халява. А я скажу вам одно. Для решения этого параметра нужно знать много мелких, но очень важных фишек. И сегодня я вам эти фишки расскажу. Ты на канале Профиматика, меня зовут Игорь Колов. Ну и давай посмотрим, что же это за параметр. А задача у нас такая. При каких значениях параметра А вот такое вот уравнение имеет два решения? Ну и первый взгляд на самом деле не самый радостный, потому что что мы видим? Мы видим, во-первых, иррациональное уравнение. При этом мы видим, что у нас есть четвертая степень, есть квадрат, ну и помимо этого еще есть первая степень. Вот, поэтому замена здесь не делается, и графики не строятся. Ну и что же делать? Ну и ответ здесь достаточно простой. Ну если мы не видим, что можно сделать, значит надо решать, как мы бы решали более-менее любое уравнение подобного вида, а именно мы делали бы следующий равносильный переход. Итак, перед нами уравнение корень из f равно g, и мы хотим его решить. То есть корень из какого-то выражения равен какому-то другому выражению. Дальше возникает первый нюанс. Вот каждый, кто хочет решить параметр на ЕГЭ 2024, должен владеть равносильными переходами в рациональных уравнениях, иначе жизнь будет очень сложной. И равносильный переход здесь следующий. Смотрите, он вполне логичный. Если g хочет равняться корню из f, то каким должно быть g? Оно должно быть как минимум больше либо равно нуля, потому что если g отрицательно, то как отрицательное число может равняться корню? Корень всегда не отрицательный. Поэтому мы говорим, что g больше либо равно нуля. После того, как мы сказали, что g больше либо равно нуля, мы задаемся вопросом. Ну, теперь смотрите, g больше либо равно нуля, корень больше либо равен нуля. Так мы можем сравнить их квадраты, правда? Если два положительных числа равны, равны их квадраты. Неотрицательных, если быть совсем точным. Если два неотрицательных числа равны, то равны их квадраты. И теперь, наверное, у вас может возникнуть разумный вопрос. Дружище, а ты ничего не забыл? Не хочешь ли ты сказать, что под корнем должно быть больше либо равно нуля? Ну, ведь если f отрицательно, корень неопределен. Почему ты про это не говоришь? Друзья, на самом деле, я все рассчитал. И, на самом деле, здесь надо очень хорошо понимать, что f в этой системе равно g квадрат. А g квадрат у нас больше либо равно нуля, потому что это квадрат некоторого выражения. А это означает, что если f равно g квадрат, то f точно больше либо равно нуля. Не может для отрицательного f выполниться это равенство. Вот. И это круто. Это нам не нужно проверять лишние условия. То есть, здесь нам бы пришлось писать, что x в четвертый минус 4x квадрат плюс а квадрат больше либо равно нуля. Но не будем мы это писать. Это круто. Вот. Поэтому я могу сделать равносильный переход и написать только два вот этих условия. Значит, первое, что я здесь напишу, это то, что x квадрат плюс 2x минус а больше либо равно нуля. Ну а второе условие. x в четвертый минус 4x квадрат плюс а квадрат. Эта штука должна равняться x квадрат плюс 2x минус а в квадрате. x квадрат плюс 2x минус а в квадрате. Вот получается вот такая вот у нас система. Ну и перспективным здесь все-таки выглядит второе уравнение. Хочется, чтобы с ним что-то случилось. Ну а чтобы посмотреть, случится ли с ним что-то, нужно раскрыть вот эту вот скобку. Как ее раскрыть? Значит, опять же, первая фишка, о которой мы говорили, давайте я прям буду писать, это фишка номер 1. Фишка 1. Фишка 2, которая здесь нужна, она заключается в том, что есть хороший способ, как быстро возводить в квадрат трехчлены. Но я сначала представлю, что никакой фишки нет. Итак, давайте возведем x квадрат плюс 2x минус а в квадрат. Значит, я вначале сделаю это перемножением скобок. То есть я умножу x квадрат плюс 2x минус а на x квадрат плюс 2x минус а. Тогда что у меня получается? Ну, перемножаю x квадрат на каждое из выражений. x четвертый плюс 2x куб минус а x квадрат. Далее плюс 2x куб плюс 4x минус 2x а. Ну и, наконец, минус а x квадрат минус 2x и плюс а квадрат. Теперь приведем подобные слагаемые. У нас получается x четвертый. Дальше относительно кубов. Вот они у нас получаются плюс 4x куб. Далее, квадраты. x квадрат у нас есть здесь. И еще, наверное, я не написал, вот здесь квадрат. Вот здесь у нас квадрат. Значит, квадраты у нас раз, два, три. Пишем минус 2а x квадрат плюс а плюс 4x квадрат. Вот. Ну и далее есть вот эти вот синие. Это минус 4ax. И, наконец, а квадрат, пишем отдельно, плюс а квадрат. Вот. Ну и получилось, собственно, вот такое вот выражение. Дальше, и мы это запишем как фишка номер 2. Фишка номер 2. Она заключается в том, что, конечно, это можно считать значительно быстрее. Значит, если я хочу а плюс b плюс c возвести в квадрат, то я записываю квадраты. а квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат, а дальше пишу всевозможные удвоенные произведения. 2а b плюс 2а c плюс 2b c. Ну и тогда понятно, что вот в этом соотношении вот это у меня исполняет роль а квадрата, вот это у меня исполняет роль b квадрат, вот это у меня исполняет роль c квадрат, как раз каждый возвел в квадрат минус а на минус а, минус а квадрат. А 2АВ у меня вот, значит 2АС, вот А вот С и на 2, минус 2АХ квадрат, минус 2Х квадрат, вот у меня 2АС, ну и 2БС у меня вот. Вот по этой формуле я бы вот это разложение мог бы получить сразу. То есть возведя в квадрат каждый этих слагаемых, а дальше написав всевозможные удвоенные произведения. И это, конечно же, быстрее. Но если мы этого не знаем, мы всегда можем спокойно взять и перемножить две скобки, что тоже хорошо знать. Так вот, тогда я могу вот эту систему переписать в следующем виде. Х квадрат плюс 2Х минус А больше либо равно 0, а здесь будет Х четвертый, минус 4Х квадрат. плюс А квадрат равно, значит давайте уже без скобок, тоже Х четвертый, я уже понимаю, что это уйдет, плюс 4Х куб, значит минус 2АХ квадрат, плюс 4Х квадрат, минус 4АХ плюс А квадрат. Вот, соответственно, получилось у нас вот такое вот выражение. И здесь, конечно, первое, что хочется сделать, это Х четвертый, Х четвертый, А квадрат и А квадрат сократить. Ну и тогда система перепишется в виде, первое неравенство я продолжаю не трогать, 2Х минус А больше либо равно 0, ну а здесь давайте я запишу правую часть слева и еще 4Х квадрат перекину. То есть будет 4Х куб плюс 8Х квадрат, дальше минус 2АХ квадрат, ну и минус 4АХ. И это равно 0. Вот, здесь мы пришли вот такой системе, но она уже приятней. Здесь как минимум напрашивается вынесение Х за скобочку. Ну и давайте мы вот с этим уравнением попробуем поработать. Значит, вот я вынес Х за скобку. У меня Х за скобочкой и получаю 4Х квадрат плюс 8Х минус 2АХ минус 4А. И вот это вот у меня должно быть равно 0. И здесь есть вариант. Один из вариантов это на самом деле посмотреть на вот это как на квадратное уравнение и попробовать найти у него корни. Вдруг получится. Ну и давайте попробуем это сделать. То есть я пишу здесь 4Х квадрат. Дальше вот я соберу вместе плюс 8 минус 2А умножить на Х. Ну и минус 4А равно 0. И чтобы здесь было понятно, у меня у этого квадратного уравнения коэффициент А это 4, коэффициент В это 8 минус 2А и коэффициент С это минус 4А. И теперь я могу с помощью дискриминанта посмотреть какие корни здесь будут. Дискриминант у меня, сразу раскрываю, 64. Хотя на самом деле все можно было еще для удобства сократить на 4, но и выносить на самом деле можно было 2Х. Ну допустим я этого не сделал. 64 минус 32А плюс 4А квадрат. Вот минус, точнее плюс 64А. Ну и тогда получается, что мой дискриминант это 4А квадрат плюс 32А плюс 64. И наблюдательный взгляд может упасть в это место. Смотрите. Вот здесь у нас мы возводили 8 минус 2 квадрат, а получили вот это. 2 выражения отличаются только знаком, причем знаком коэффициента перед А. Ну значит очень разумно заметить, что это вот это был квадрат разности этого выражения, а здесь будет написан квадрат суммы. 2А плюс 8 в квадрате. 2А плюс 8 в квадрате. Вот. И теперь, когда у меня дискриминант стал полным квадратом, я могу найти корни. Х первое второе у меня равняется минус B, то есть 2А минус 8, плюс минус, и по-хорошему я должен написать здесь модуль, потому что корень из квадрата это модуль. 2А плюс 8. И разделить все на 8. Супер. Вот такое выражение. Следующий этап, и это на самом деле тоже фишка. Давайте. Я не буду ее отдельно выписывать, потому что фишкой будет другое решение этого уравнения. Но в качестве фишки давайте заметим, что на самом деле, если модуль открывается с плюсом, здесь будет плюс-минус. А если с минусом, то минус, умноженный на плюс-минус, все равно плюс-минус. Поэтому модуль не сыграет никакой роли, и здесь просто скобочка. Здесь просто стоят две скобочки. Ну и теперь, если скобка открылась с плюсом, минус 8 и 8 ушли, получилось 4А делить на 8, то есть А делить на 2. Ну а если скобка раскрылась с минусом, 2А и 2А ушло, получилось минус 16 делить на 8, получилось минус 2. Вот такие вот два корня получились, если считать через дискриминант. Если мы не хотим пользоваться дискриминантом, то на помощь приходит фишка 3. Фишка 3 у нас про то, что, посмотрите внимательно, слагаемых 4. И из них можно что-то повыносить за скобки. Так давайте повыносим. Вроде же из этой пары можно, из этой пары можно. Получается х. Здесь будет 4х на х плюс 2. Ну а здесь будет минус 2А на х плюс 2. И, ребята, это то, что мы хотели. Мы с вами, на самом деле, получили одинаковые выражения в скобках после вынесения. А это значит, что эту скобку тоже можно вынести за скобку. Получается х на х плюс 2. Ну а здесь будет 4х минус 2А. И это у нас равно 0. Ну и здесь мы понимаем, что тогда каждый из множителей равен 0. Каждый из множителей равен 0. То есть х равен 0, х равен минус 2. Ну а здесь 4х равно 2А. Значит, х равняется А пополам. Ну то есть получили, на самом деле, А пополам и минус 2. Такой же набор, как здесь. Но х равно 0 у нас бы в любом случае получился. Вот, собственно, вот такой прием. И мы, на самом деле, с вами уже три очень ценных фишки, которые экономят наше время. Первая фишка позволила нам не писать, что под корнем больше либо равно 0. Вторая фишка позволила нам быстро возвести в квадрат. Третья фишка позволила нам не считать дискриминант. Как же вообще научиться подобным фишкам? Спросите меня вы. Я скажу вам, друзья, что способ есть и способ очень простой. Это марафон профиматики по параметрам. Соответственно, там за 15 дней вы сможете абсолютно бесплатно пройти все аналитические методы, которые необходимы для того, чтобы научиться решать задачи с параметром. Там будет и про иррациональные уравнения, и про разложение на скобки и группировку, и, соответственно, про разные возведения в квадрат. Научимся решать уравнения неравенства с модулем, порешаем различные уравнения с параметром. В общем, 15 дней, тратя по 30 минут в день, вы очень здорово сможете прокачать свой навык параметров по аналитике. Поэтому быстрее регистрируйтесь по QR-коду, начинайте. Ну и чем быстрее вы этот марафон пройдете, тем быстрее вы прокачаете себя в параметрах. Ну, а я продолжаю. Смотрите, получили вот такой набор корней. Это означает, что я могу сказать, что у меня на самом деле x либо 0, либо минус 2, либо, соответственно, а пополам. Ну и есть условие x квадрат плюс 2x минус а. И мы продолжим решать это аналитикой. Как здесь лучше всего справиться аналитически? На самом деле лучше всего здесь просто сделать проверку корней. И это еще одна фишка. То есть мы не пытаемся решить вот это неравенство через x, а дальше сопоставлять корни с решениями этого неравенства. Нет, мы просто подставляем корни. Итак, давайте пишу фишка 4. Фишка 4. Фишка 4 заключается в проверке. И я подставляю первый корень. Если у меня первый корень подставить в вот сюда, то у меня происходит следующее. У меня получается минус а, минус а больше либо равно нуля. Получается а меньше либо равно нуля. Теперь второй корень. Также проверяю. Второй корень. Подставляю минус 2. Получается 4 минус 4. Те же самые. Минус а больше либо равно нуля. А меньше либо равно нуля. Ну и, наконец, третий корень. Я тоже проверяю. Здесь получается, когда я проверяю третий корень, у меня получается а пополам в квадрате а квадрат на 4, минус а, точнее плюс а, так, здесь никакого минуса-то, конечно, нет, плюс а, минус а. И это должно быть больше либо равно нуля. Получается а квадрат на 4 больше либо равно нуля, соответственно, а любое. Ну, то есть мы получили, что первый и второй корень есть при а меньше либо равно нуля, а третий корень есть при любых значениях а. И, казалось бы, отсюда мы понимаем, что два решения у нас будет в каком случае? Два решения у нас будет в случае, если, соответственно, ну, да ни в каком. Потому что кажется, что такого вообще не бывает. Потому что здесь меньше либо равно нуля, здесь тоже меньше либо равно нуля, здесь а принадлежит р, ну, значит, при а больших нуля у нас получается с вами на самом деле три решения, точнее, одно решение. При а больше нуля у нас получается с вами одно решение, а при а меньше либо равно нуля три решения. Ну, подождите. Есть еще один момент, про который важно помнить. У нас должно быть два различных решения. То есть решения здесь должны различаться. Значит, надо проверить. А может ли у нас корни совпадать? Ну, один, один не равно два, это точно. Один не равно два. Это факт. Потому что ноль не может равняться минус двойке. Ну, может быть, один равняется три? Ну, да. Такое происходит, если а пополам равно нулю. То есть, если а равно нулю. Ну, и кроме этого, может быть, у нас два может равняться три? Да, может, если а пополам равно минус два. И а равно минус четыре. И вот, наконец, получается, что те самые значения а, при которых у нас действительно может быть два решения, нами найдены. То есть, ответ таких а только два, это а равно нулю, и а равно минус четыре. И вот, при этих значениях а, у нас действительно с вами наше уравнение будет иметь два решения. Вот. И здесь, ну и здесь, проверять совпадение корней, это на самом деле прям база для решения задачи с параметром. Короче, друзья, вот такая интересная задача, в которой нам потребовалось достаточно большое количество различных фишек для того, чтобы к этой задаче прийти. При этом, на самом деле, если ты эти фишки знаешь, то задача-то не сложная. Это, ну, для того, кто опытен в параметрах, он никогда не подумает считать эту задачу сложной, она для него будет, ну, такой относительно базовой. Вот. Но для того, кто этих фишек не знает, здесь очень легко закопаться. Поэтому еще раз призываю вас прийти на марафон и поботать фишки, научиться им и стать тем, для кого параметр это не сложная задача. Помимо этого, приглашаю вас в наш телеграм-канал, где мы выкладываем кучу материалов для подготовки. Прямо сейчас, вот по этому QR-коду, вы, соответственно, можете забрать методичку по параметрам и ботать параметры по ней. Ну, а с вами был канал Профиматика, Игорь Уколов. Математика будет понятной, особенно если смотрите на нашем канале, что, собственно, я. вам и желаю делать. Так что до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok